Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Отличник Лаев, с вами я, Лёва. И давным-давно не было роликов, и сейчас я готов возобновить свой график и стабильно выкладывать ролики. Я надеюсь, вам понравится это видео, и вы обязательно разделите со мной моё личное мнение. Значит, всем желаю приятного просмотра. Значит так, какие предметы я выбрал для сдачи основного государственного экзамена? Ну, понятно, то, что вы будете сдавать основные, это математика и русский язык, но также вам ещё предлагается выбрать два дополнительных предмета. Это может быть, например, биология, химия, например, физика, общество знания, литература и какой-нибудь ещё вам нравившийся предмет. Но чтобы именно поступить в профильный класс, либо же потом поступить в колледж, то есть по набранным баллам по этим предметам, либо же, соответственно, сдать предмет, который вам нужен, который вам необходим, и второй дополнительный выбрать, который вам не сильно нужен. Тогда вы получите баллы и сможете уже в дальнейшем поступить в 10-й профильный класс, потому что у всех, я думаю, что там профили какие-то всё равно есть, разделение, естественно, математическое, там, гуманитарное и так далее. Значит, у нас такое тоже имеется, и поэтому я решил выбрать для сдачи основного государственного экзамена курс всеобщей истории, или же просто история, и общество знания. В дальнейшем я собираюсь пойти в историческо-бровой класс, и после 10-го класса в 11-м сдать опять-таки общество знания и истории, или там ещё два дополнительных предмета, которые я выберу. Возможно, это будет английский язык или какой-нибудь ещё, который мне понравится за этот курс. Кстати, я ещё не знаю точности и некоторых нюансов, поэтому ещё может всё измениться до 2020 года, когда я буду сдавать, потому что могут добавить основным экзаменам ещё английский язык в ЕГЭ. Также в ОГЭ могут поменять, допустим, математику русский, и ещё добавить какой-то дополнительный экзамен, такой же английский язык, например. Так что я не знаю, но в данном случае мы будем сдавать только устное собеседование по-русскому, основной экзамен и, конечно же, математика. Первая, вторая часть и так далее. Значит, я вам сейчас объясню, почему я выбрал историю и общество знаний. Начнём с первого. Когда я учился в 84-й школе, это в Челябинске было, значит, мне всегда нравилась история и вообще целое общество знаний, всё, что связано с цивилизацией, с обществом, социумом и так далее. Назвал, в принципе, синонимы, но я думаю, вам чтобы было понятно это. Предлагаю начать с общества знаний. Почему мне нравится именно этот предмет? Потому что для меня это достаточно просто, видеть обычные, простые, логичные вещи в науке. То есть общество знания, социум, человек – это всё наука, это всё изучается, это всё необходимо для нас. Я считаю, что курс общества знания, начиная с 5-го класса, тоже обязателен и необходим. Я думаю, что нет таких людей, кому не нравилось бы общество знания, потому что там до боли всё простое, ну, кроме некоторых определений, которые стоит всё-таки подучить. Но вот на сайте Решел.Г, например, это никакая не реклама, то есть вы можете сами самостоятельно зайти на этот сайт и проверить свои знания, даже, например, будучи в 7-м классе на данный момент, потому что там реально курс с 5-го класса начинается, и просто идут вопросы, например, там, что такое человек, что такое наука, и дальше, 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 закачивая политическими правами, политической организации и так далее. Ну, там всё вместе собрано, там, чем отличается человек от животного и так далее. Значит, на сайте Решел.Г у меня всё получается. Я думаю, то, что допуская ошибки и проверяя их, я начинаю осознавать правильные ответы на вот эти вот вопросы, которые мне кажутся какими-то неизвестными, неизведанными. Курс общества знания, я ещё раз повторюсь, мне очень нравится. Там всё понятно и да более просто. У нас в классе, например, мои одноклассники, процентов 60, как минимум, человек сдаёт общество знания, 100%. И второй, там у них предметы уже по выбору выбирают. Общество знания физика, общество знания, там, какой-то либо другой предмет, но вообще выбирают общество знания, потому что по нему говорят, что будет легко набрать баллы. Я, конечно, не знаю, как там будет всё на ОГЭ, потому что я не сдавал экзамен. Я сейчас нахожусь в девятом классе и первая четверть. Я ещё не знаю, какие у меня оценки будут по обществу знания. Но я думаю, что оценки не повлияют, потому что ОГЭ и оценки, которые вы получаете в школе, это две разные вещи. Экзамен и школьная программа. Всё-таки в экзамене вопросы идут по школьной программе, но не в таком большом количестве, в котором вы изучаете, например, всё это по учебнику. Здесь параграфов, наверное... Да, тут 32 параграфа. Я не думаю, что там все 32 параграфа профигурируют. Там, считайте, надо с пятого класса выбрать некоторые вопросы, с шестого, седьмого, восьмого и с девятого, конечно, возьму. Начнём теперь с истории. Почему я выбрал ещё историю? Меня увлекала и интересовала всегда история нашего государства, история нашей цивилизации до нашей эры, в нашу эру, за 18-й, за 17-й, за 16-й век и так далее, по уменьшению. Меня всегда это интересовало. Разные исторические произведения, разные исторические памятники культуры. Также мне нравилось рассуждать по поводу войн различных, которые происходили до нашей эры, например, вследствие чего они происходили, причины. И я очень хорошо запоминаю все даты. Я не говорю, что у меня феноменальная память, но то, что пару дат, которые необходимы, например, для сдачи экзамена, я смогу запомнить легко. То есть, там просто посидеть, например, минут 15-20, и вы уже запомните, например, где-то дат 30, может быть. 30 дат вы 100% запомните. Но, опять-таки, я не буду говорить то, что именно, что у каждого человека такая память, которая хорошо схватывает все даты. Возможно, кто-то, например, даже не может выучить дату начала Великой Отечественной войны, дату завершения её. Но дело в том, что вас никто не заставляет сдавать историю общества знаний. Вы можете выбрать абсолютно другие предметы, если вы, например, тот же самый технарь или же гуманитарий. Я выбрал именно два этих предмета. Я сейчас нахожусь на стадии подготовки к экзамену. И могу сказать вам то, что думаю, что у меня всё получится. Также я вам советую выбирать общество знания в качестве сдачи основного государственного экзамена, потому что, опять-таки, повторюсь, это нелегко, но как бы доступно. Доступно и легко – это разные вещи. К любому экзамену нужно готовиться и подходить к нему с особенной важностью. Потому что, если вы не будете готовиться к экзамену, вы не сдадите его на ту же самую положительную оценку. Я советую вам относиться к учёбе серьёзнее и относиться также к экзаменам. Ведь это ваш показатель. Это вы никому ничего не докажете этим. Это уже дальше идёт ваше продвижение по жизни. После девятого класса, если вы уходите в колледж с теми результатами, которые вы получили, если вы довольны этим, то вы наверняка делаете всё правильно, потому что вы уже построили план на жизнь в будущем. Если вы, например, сдаёте экзамены, идёте дальше в десятый, а потом в одиннадцатый класс, то, я думаю, тоже вы построили уже планы на жизнь. Поэтому я вам советую всем подходить к учёбе серьёзней, ну и к экзаменам, конечно же. Вот я выбрал два предмета. И надеюсь, что вы напишите в комментариях, какие предметы вы выбрали, если вы в девятом классе. И если вы не в девятом классе, то напишите, какие вам предметы вообще в школе нравятся. Не какие вы выберете на экзамен, а какие вам именно нравятся сейчас на данный момент, по которым у вас положительные оценки и вообще положительные, конечно, мнения. И улыбаетесь вы на этом предмете чаще. Что? Ладно, ребята, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Лев Сергеевич. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok